Так много лекарств сулит укрепление и повышение иммунитета, а нам так хочется в это верить. Итак, в мире миллионы людей с аутоиммунными заболеваниями, воспалениями и аллергиями. У миллионов иммунная система слишком активна. Хочется поддержать страдающих сезонной аллергией, отметив, что повышенный иммунитет – это не так уж и плохо. Люди с аллергией меньше подвержены риску раковых заболеваний в сравнении с общей массой. Да, ваша иммунная система работает чересчур, реагируя на всё подряд, например, на пыльцу деревьев. Но эта повышенная чувствительность организма может предотвратить некоторые виды рака на ранней стадии. И вот в чём загвоздка. Мы хотим повысить иммунитет, борющийся с инфекцией, но и понизить его, что приведёт к хроническому воспалению. Здесь нам помогут грибы. Есть сотни видов съедобных грибов. Только 100 из них употребляется в больших количествах, и лишь 10 производится в промышленных масштабах. И в данном случае промышленные масштабы означают около 20 миллионов тонн. Они ускоряют выработку иммунноглобулина А. Позвольте объяснить. Пусть кожа и считается самым большим органом, с миром мы больше взаимодействуем через слизистые оболочки, которые находятся у нас во рту, в пищеварительном тракте, в репродуктивной и мочевой системах, в грудных железах, глазных яблоках, тем самым занимая гораздо большую поверхность организма. Клетки слизистой покрывают наш кишечник, чья площадь больше, чем теннисный корт. Микроскопической толщины слой защищает нас от всех токсинов, вирусов и бактерий, поэтому нам нужна такая защита, которая называется IGA, иммунноглобулин А. Иммунноглобулин – это антитела. Нас интересует именно тип А. Определенный рацион может улучшить иммунитет слизистой оболочки, но никаких исследований грибов на этот счет не проводилось до сих пор. Половина людей питалась как обычно, а другая половина на неделю включила в свой рацион шампиньоны. Затем изучили результаты, собрав образец слюны, и измерили количество выделяемого иммунноглобулина. У группы, употребляющей грибы в пищу, спустя неделю уровень выработки иммунноглобулина вырос на 50% и оставался таким еще целую неделю. Это исследование впервые показало, что употребление шампиньонов в пищу всего несколько штук в день повышало выработку иммунноглобулина на неделю и оставалось высокой даже на вторую неделю, но затем опускалось до исходного значения. Все это говорит о том, что в случаях снижения уровня иммунноглобулина, которому подвержены пожилые люди, а также страдающие пониженным иммунитетом, необходимо поддерживать уровень иммунноглобулина регулярным употреблением шампиньонов. Но для долговременного поддержания стоит включить грибы в свой обычный рацион. Но если вы продолжите вырабатывать больше 50% антител, может ли это способствовать хроническому воспалению, связанному с развитием различных заболеваний? Нет, на самом деле грибы обладают собственной противовоспалительной способностью, и предположительно их можно рассматривать как потенциальный источник естественных противовоспалительных средств. К примеру, приведена воспалительная реакция без грибов и с грибами как белых, так и других видов. А возможно это связано с проявлением фитонутриента, который содержится во множестве грибов, как и в уже знакомой нам амле, индийском крыжовнике, которая, насколько нам известно, также уменьшает воспаление и одновременно повышает иммунную и противоопухолевую функцию. Продолжение следует...